Перспективы молодежной политики. Основной и единственный вопрос на повестке дня заседания профильного комитета областной думы. Депутаты, чиновники и общественники обсуждают цели и задачи недавно созданного ведомства и его целевую программу на ближайшие три года. Создатели этого документа, представители Министерства образования, рассказывают об основных направлениях и финансировании на их реализацию. Всего финансовые затраты на ее реализацию в проекте составляли 8 миллионов 810 тысяч рублей. Контрольный цифр бюджета, который на данный момент фигурирует на 2019 год, составляет 2,5 миллиона. В связи с этим у депутатов к чиновникам масса вопросов. Непонятно, сколько, когда и на что будут тратиться деньги. Парламентарии также заявляют, на протяжении нескольких лет активно добивались того, чтобы было создано отдельное ведомство, которое бы занималось молодежной политикой. Но та структура, которая появилась при региональном правительстве, совсем не то, что ожидали. То, что сейчас создано, как я уже сказала, сейчас на комитете, ощущение такое, что молодежную политику сначала сливали вместе в Министерстве образования, теперь же ее слили в этом вновь созданном комитете. Потому что комитет, который занимается и молодежной политикой, и охраной культурного наследия, и развитием туризма на территории Саратовской области, причем комитет с недостаточным финансированием и явно с недостаточными кадрами, справляться, на мой взгляд, будет неэффективно ни с первым, ни со вторым, ни с третьим. Получается, да, у семи нянек дитя, как обычно, вы сами знаете, без чего. А дитя наша молодежь пока не знает, куда ей пойти. Слава Богу, молодежный парламент у нас существует, где мы можем каким-то образом сконцентрировать свои основные цели и задачи сегодня. Предлагают депутаты высказаться и представителям общественности. Извините, я, конечно, может быть, не совсем парламентское выражение, но на сегодняшний день этот комитет, наверное, больше носит название «молоко с огурцами», да, то есть вроде бы сделали, а какой будет результат? Возьмем само положение. Шесть направлений молодежной политики, 32 направления культурного наследия. Такое ощущение, что взяли положение разных ведомств, вырвали оттуда молодежь, культуру, туризм, сотряпали вот такое положение. Непонятно многим и то, как новый комитет будет взаимодействовать с органами местного самоуправления. Возникают вопросы у общественников и по поводу кадровой политики. Конечно же, прерогатива назначать министра находится в рамках губернатора. Но почему это делалось достаточно кулуарно? Почему правительство не посоветовалось, скажем так, с нашими молодежными общественными организациями? Наша область не настолько богато живет, чтобы министр, как он сказал в интервью «Взгляд.Инфо», пробовал себя, новую для себя отрасль. На мой взгляд, все-таки, у нас здесь ни учебное заведение, ни стажировка нет. В свою очередь депутаты подчеркивают, это не критика, а желание изменить ситуацию к лучшему. Замечают, сейчас молодежная политика в регионе сводится к нескольким мероприятиям, среди которых студенческая весна и КВН. Если с ВУЗами ситуация относительно стабильная, то сельская и рабочая молодежь вообще остается неохваченной. И финансирование здесь не должно быть таким, как раньше, по остаточному принципу. Поэтому парламентарии и хотят понять конкретные задачи нового комитета. Один процент от программных назначений доходят контрольные показатели. Мы должны четко заявить, если у нас нет денег, тогда, значит, соответственно, и преобразование новых должностей и так далее, надо остановить. Если мы говорим, что принимаем программу, но это должно быть не сотрясание воздуха. Новый министр области Степан Парфенов заявляет о том, что сейчас решаются организационные вопросы. Структура только создана, и о конкретике пока говорить рано. В итоге народные избранники решают обратиться в региональное правительство, чтобы при рассмотрении бюджета было в полном объеме заложено финансирование задач нового комитета. Со своей стороны обещают всестороннюю поддержку, но между тем заверяют, о результатах работы спросят по всей строгости.